Ну а перед началом сессии Горсовета награду получила бабушка освобожденного одесского моряка Елена Вероновская. Проявив активную гражданскую позицию, а также заручившись поддержкой депутатского и консульского корпуса, представителей общественных организаций и всех неравнодушных одесситов, ей удалось добиться возвращения Андрея Новичкова в Украину. В иранской тюрьме наш соотечественник провел почти два года. Не могу не сказать и не отметить особую роль народного депутата Кивалова Сергея Васильевича, который с самого начала не просто переживал, а активно принимал участие в жизни одесского моряка. Но знаете, самое главное, сегодня та награда, которую мы представили Вероновскую Елену Николаевну, попросили от фракции Украинской морской партии Геннадия Леонидовича ее наградить, потому что мы убеждены, что в этой истории главный герой именно Елена Николаевна. За спасением украинского моряка пристально следила вся страна. Эта проблема звучала в стенах Верховной Рады. Народный депутат направлял десятки обращений, запросов в Генпрокуратуру и МИД с требованием как можно скорее вернуть нашего соотечественника на родину. Благодаря объединению всех усилий удалось добиться положительного результата. Я благодарна больше всего Сергею Васильевичу Кивалову, что он от имени всего города, потому что флешмобы собирались, друзья его собирались два года, 25 тысяч фотографий распространяли, потому что собирали петиции. Люди откликнулись. Всем низкий поклон и благодарность. Андрея Новичкова обвиняли в убийстве иранского моряка. Ему грозила смертная казнь. Елена Вероновская не опускала руки и делала все, что было в ее силах. Женщина говорит, с мертвой точки дело сдвинулось после ее встречи с Сергеем Киваловым на личном приеме. Посещение президента лично несколько раз, был у министра иностранных дел несколько раз, писал уйму депутатских запросов, был на встрече с послом Ирана. Это громадная была работа сделана и благодаря этой работе эта лавина сдвинулась с места. Кроме того, на сессии Горсовета депутаты приняли решение в очередной раз повысить ежемесячные социальные выплаты ветеранам войны, участникам Парада Победы, Обороны и Освобождения Одессы. У нас праздник впереди. Это 75-я годовщина освобождения Одессы. И хочу напомнить, что именно морская партия три года назад инициировала этот вопрос. И каждый год коллеги мы совместно пересчитываем эти, на самом деле, крохи, абсолютно небольшие суммы. Но ввиду подорожания тарифов, цены, вообще дорожающей и очень сложной жизни, я считаю, что это очень важное и своевременное решение. Ровно три года назад инициативу фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова единогласно поддержали представители всех политических сил в Одесском горсовете. Ветеранам войны, участникам обороны, освобождения города Одессы, а также участникам Парада Победы увеличить адресную ежемесячную стипендию Одесского городского головы минимум в два раза. Тогда в результате принятых изменений в бюджете города было выделено дополнительно 3 миллиона гривен. Это позволило увеличить стипендию ветеранам ежемесячно. Продолжение следует...